Они вообще никуда не ехали. Направляемся сначала в полицию. Сегодня мне нужно взять документ для того, что я еду волонтером с Идошей в путешествие в Торонто-Зу от школы. Я как бы волонтер. Это не просто волонтер. Мне нужно предоставить в школе документ из полиции, что нет криминального прошлого, что я не какой-то там насильник детей. И мне нужно будет предоставить этот документ в школе перед тем, как я выйду с ними в трип. Поэтому мы сейчас заедем сначала в полицию. Возьмем документ. Сегодня суббота, они работают до четырех. И после этого мы направимся, держим путь в даунтаун Торонто. Где проведем сегодня этот солнечный прекрасный день. Сегодня очень хорошая погода. 14-15 градусов обещаю. Поэтому поехали. Янг-стрит. Это улица Торонто, длина которой составляет 1800 километров. Одно время признавалась книга рекордов Гиннеса самой длинной улицей в мире. Улица начинается в самом центре Торонто, от набережной озера Онтарио. И разрезая город на две половины, уходит на север, мимо озера Синка, к городу Кокран. Это практически самая северная точка, куда доходят дороги Онтарио. Оттуда улица Янг постепенно поворачивает на запад и заканчивается на границе со штатом Миннесота. То есть она как будто бы такой огибает круг и возвращается назад. Считается, что изначально части улицы Янга были индейской тропой. Ей также пользовались многие европейские первооткрыватели и войска. Затем в 1793 году Джон Синка назвал улицу в честь сэра Джона Янга и заставил владельцев прилежащих улиц и участков земли расчистить местность и сделать ее проезжей. С 1816 года по ней начали регулярно двигаться повозки, и к середине 19 века улица Янг стала центральной улицей Торонто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капушка, Капушка все вместе, мы едем. Мы пришли на Сан-Лауренс-Маркет. Это очень большое место в таунтауне. В общем, здесь все такое, это типа как маршрут центра в Монреале. Очень такое интересное место, всякая вкуснятинка продается и все такое. Просто вот мама снимает все, что можно купить. Всякое красивое. С Бабой Натой ты здесь была, потому что ты помнишь это? Да. Будем же в конце рабочего дня. Деликатесы, деликатесы. Спасибо, дорогая, не будешь. Помнение пронянуты роги. И все, мои конкуренты куриенты, да. Сынок и везде. Дай вам до чашечки. 7,99. Идем, баба, идем, бэби. Идем, баба, идем, бэби. Блин, я не снимала. Лично мне улица Янг. И вообще, в принципе, весь даунтаун нравится тем, что такое вот, знаете, происходит какое-то сочетание невероятное. Вот, всех небоскребов, вот этого вот именно бизнес-центра, там, где все кишит и бурлит. В то же время, тут же рядом у вас есть и старый город, в котором старые здания. И вы вообще вдруг оказываетесь немножко в другом мире. И также у вас есть возможность погулять по набережной, небольшому отрывку, который там есть. Шикарная также площадь Филиппа, на которую мы с вами сейчас попадем и посмотрим. То есть, просто такие вот есть участки, фрагменты, вот каждый из которых достойен вот своей какой-то прогулки, чтобы вот ощутить непосредственно весь вот этот контраст города Торонто. То есть, здесь же и современное, здесь же и более такой классический стиль. Множественное, бесконечное количество разнообразных парков, скверов, больших, маленьких. Ну, то есть, как бы, если вот нечего делать в летний день, просто приезжайте в даунтаун Торонто, выберите тот отрывок, в котором вы хотите находиться, то настроение, которым вы сегодня находитесь, хотите вкусно покушать, идете в одно место, хотите просто погулять, построить на природу, на красивые места, в другое, бесконечные музеи, а летом так вообще фестивали и т.д. и т.д. и т.д. и т.п. Так что приезжайте в Торонто. Натан-Филипп-сквер является самой большой городской площадью, Канады. Площадь формирует городской совет Торонто и еще называют New City Hall. Находится на пересечении улиц Queen Street West и улицы Bay. И назван этот сквер в честь Натана Филлипса, который являлся мэром Торонто с 1955 по 1962 годы. И является площадь таким местом, знаете, культурным. Там проводятся и концерты, и художественные выставки. И даже есть еженедельный фермерский рынок. Значит, проходит зимний фестиваль огней, который популярный в Канаде. И в каждом городе он проходит в своем месте. Вот в Торонто он проходит именно в Нанатан-Филипп-сквер. Очень много общественных мероприятий, разнообразные даже демонстрации. Все это проходит именно на этой площади. В течение зимних месяцев, вот то, что и есть таким самым красивым, популярным, вот это вот такое углубление, бассейн, который вы можете наблюдать, превращается в каток для катания на коньках. Поэтому действительно место очень такое интересное. Ничего, скажем так, особенного в нем нету, но оно такое значимое, да. Желательно побывать там. Приглашаю вас побывать на самой большой площади в Канаде. Натан-Филипп-сквер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok